Всем привет! Я собираюсь в очередной велопоход, в очередное велопутешествие по югу Украины, еду с группой туристов. И чем характерен велопоход по югу Украины? Что нас ждет на юге Украины? А на юге Украины нас ждут степи и в степях колючки. Есть такое растение, я не знаю как оно правильно называет, которое выбрасывает вот такие вот семена в качестве колючих якорьков таких. И вот это реальная угроза для велосипедных колес. Поэтому в группе принято решение однозначно обязательно всем залить в свои колеса антипрокольную жидкость. Поэтому сегодняшнее видео будет о том, как залить антипрокольную жидкость колеса и опыт эксплуатации антипрокольной жидкости. Поехали! Я еще ни разу антипрокольную жидкость не использовал, буду это делать впервые и буду это делать вместе с вами. Вот такая антипрокольная жидкость, называется слайм. Вот этой бутылочке стоит она 309 гривен, как раз хватает на два колеса. Здесь есть разделительная полоса, ровно полбутылки. Полбутылки надо залить в каждое колесо. Сейчас мы будем ее заливать. Для этого выкручиваем с колеса ниппель или золотник. Здесь в комплекте идет вот такая трубочка. Одеваем эту трубочку на золотник и выдавливаем туда антипрокол. Все, половину бутылки выдавили, вытираем и вкручиваем назад золотничок. После этого накачиваем колесо до нужного давления. И несколько раз прокручиваем, чтобы жидкость равномерно распределилась по колесу. Но я еще проедусь для надежности. То же самое проделываем с передним колесом. Кстати, я не помню, сказал я или не сказал. Антипрокол я заливаю в камеру. В камеру. У меня покрышки с камерами, не без камерки. Сюда я уже выдавливаю полностью всю бутылку. Процедура довольно простая. Все, антипрокол залит. Завтра мы выезжаем на юг Украины. И отчет о использовании этого антипрокола я предоставлю после приезда. И отчет по-любому будет, потому что у нас едет аж 14 велосипедистов. Соответственно, колес с антипроколом будет 28. И колючки будут по-любому. И я думаю, будет о чем рассказать. Все, я поехал. И снова привет. Я недавно вернулся из велопутешествия и готов предоставить подробный отчет о работе антипрокольной жидкости. И поверьте, мне есть что рассказать. Потому что велопоход был очень бодрый. И у нас в велопоходе было все. И сломанная перекидка, и погнутый петух, и вылетевший шатун, и порезанная покрышка, и сломанные спицы. Ну и, конечно же, проколы. Очень много проколов. Очень-очень много проколов. Якирти, кавунти, кабанчики. Просто колючки. Их в разном регионе называют по-разному. Но смысл один. Это явная угроза, явный страх для велосипеда и для велосипедиста. А еще вот такие вот размером колючки акации. И эта акация в Херсонской области растет повсеместно. И уже доходило до того, что мы просто боялись съехать на обочину с дороги. Потому что каждый съезд на обочину был чреват проколом чего-то колеса. А колес, я повторюсь, было 26-13 велосипедистов. Я немного снимал все это дело. И сейчас покажу. Только выехали на дорогу Севаш. У всех проколы. У меня три в заднем колесе. Одно в переднем. И вот вылазит, видно, антипрокол. Ну, посмотрим, спасет ли он. То есть колесо чуть-чуть спускает сначала. Потом его подкачиваешь, по идее. И антипрокол начинает работать. Сейчас будем на подкачивать и смотреть. Вот переднее колесо. Работает? Ну, вроде работает. Потому что не спускает. Вот одно из-за чего. Очередной прокол. Сразу два колеса. Вот герметик вылез. И тут. И на заднем. Герой ты. В группе 10 проколов. Вартировались только те, кто не залил антипрокольную жидкость. И уровень седьмого класса защиты швальбы не помогло. А те, кто антипрокол, поднимали колючки, подкачивались и едем дальше. Так что жидкость работает. И опять прокол. Какой по счету? Надцатый. Или уже там сотый. Проколы, проколы. До Херсона 15 километров. Едем из последних сил. Заканчиваются камеры. Заканчиваются нервы. Ну, я думаю, видео наглядно все показывает. Так что я могу со всей ответственностью сказать, что вот эта антипрокольная жидкость, слайм, работает. И работает хорошо. И это я проверил лично. И проверил, как говорится, на своей шкуре. У меня лично было более десяти проколов. И я ни разу не бортировал колеса. Просто колесо чуть-чуть спускало. Я его подкачивал и ехал дальше. И вот сейчас по приезду велосипед уже несколько дней стоит в гараже. Колеса не спускают. Я их не менял ни камеры, ничего. Колеса стоят накачанные. Бортировались у нас в группе только те, кто по каким-то причинам антипрокольную жидкость не залил. Это у нас был один товарищ, который ехал на резине швальбы седьмого уровня защиты. Седьмой уровень защиты не помог. И один товарищ ехал, у него золотники Преста стояли. С Престой там проблемы. Там просто так эту антипрокольную жидкость не зальешь. Это, кстати, один из недостатков. Все остальные, кто залил антипрокол, просто подкачивались и ехали дальше. Из недостатков этой жидкости я могу отметить только то, что производитель заявляет, что срок годности ее около двух лет. То есть пройдет два года, она, получается, перестает работать. И что дальше делать с камерой, непонятно. И если вдруг будет какая-то большая в камере дырка и антипрокольная жидкость не справится, то заклеить, особенно в полевых условиях, будет проблематично, потому что невозможно будет обезжирить это место и нормально наклеить латку, потому что антипрокол будет вылазить через отверстие. Так что, кто не хочет возиться с заклейкой камер, рекомендую. А кто едет на юга или в те места, где много этих колючек, особенно рекомендую. И желаю всем побольше кататься и поменьше прокалываться. Всем пока!